Антитеррористическая защищенность школ стала главным вопросом повестки дня заседания городской комиссии по безопасности. АТК в таком расширенном составе традиционно проводят в преддверии нового учебного года. Управление по образованию и науке отчитывается. Безопасность учебных заведений обеспечена уже почти на 100%. Абсолютно все школы ограждены по периметру, снабжены тревожными кнопками и профессиональной физической охраной. У нас 18 лицензированных охранных организаций круглосуточно обеспечивают охрану наших образовательных учреждений. На эти мероприятия выделено городом 91,5 миллион. Анатолий Пахомов дает поручение, а все охранники вместе с директорами школ до 1 сентября должны пройти обязательный инструктаж и обучение по безопасности. И быть предупреждены об ответственности, которую несет каждый в случае с ЧП. Еще раз мы говорим о формальном подходе. Не должно быть. Это вам директора школы. Вы должны понять, нести уголовную ответственность. Если что-то произойдет, будете вы вместе с ЧПом. Видеокамеры тоже есть везде, но только в недостаточном количестве. Анатолий Пахомов тут же дает поручение закупить недостающее оборудование для шести школ. Деньги на это в бюджете курорт найти просто необходимо. А на безопасности детей город экономить не привык. Вот только камеры не должны быть просто бутафорией. Охранники должны не отрываясь следить за мониторами. Чего не было, например, в 20-й школе. Там монитор, который показывает периметр учебного заведения, находился в кабинете секретаря. Для чего мы это делаем? Для чего затрачивали эти деньги? Ну понятно, по какой причине. Причина одна. Это чтобы оказать помощь. Чтобы на мониторы смотрел тот же Чоповец и смотрел и за периметром, что никто там не перелез, никто ничего не сделает. И, наверное, этот монитор должен стоять не у секретаря директора школы, а у охранника на будке, где он проверяет. Также до начала учебного года все школы будут обследованы кинологами. Проверят и как организованы подходы к учебным заведениям. Обновят разметку. Там, где нет, установят дорожные знаки. Ведь, как показала проверка, более чем 100 объектов еще только ждут начала этой работы. Анатолий Пахомов призвал поторопиться. Также на совещании обсудили подготовку к фестивалю «Новая волна», который пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября. На это мероприятие приедет масса гостей, а значит, безопасность нужно усилить. То же самое касается и выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!